Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Выпустить на рынок крутое решение, от которого в буквальном смысле сносит крышу, удается очень немногим. Мы как-то забываем, что одной железякой вопрос не решается, и во многом именно софт позволяет получить конечный результат такого уровня, что вау-эффект обеспечен. То, что вы наблюдаете на ваших экранах, не взрыв мозга, а комбинация эффектов, полученных на постпродакшн, с помощью монтажной программы, доступной прямо с экрана смартфона. Снимает же это, наверное, самая необычная и самая интересная камера на 360 градусов из доступного класса, по состоянию на конец 2018-го. Это Insta360 One X, о которой мы сегодня и поговорим. Итак, тема камер, умеющих снимать картинку на 360 градусов и автоматически сшивать ее в единую сферу, что называется не нова. Первые такие устройства хлынули на рынок в бытовой сегмент еще несколько лет назад, но рынок, что называется, особенно их не принял, несмотря на то, что здесь отметились такие гранты, как Samsung, LG, а с недавних пор даже GoPro. Проблема, скорее всего, в узкой специализации такого сферического фото или видео. Ведь даже поддержка Facebook или YouTube, куда можно нативно загружать сферические фото и видео, а потом перемещаться по ним, либо двигая сам гаджет, либо двигая мышку, к сожалению, не принесли им должной популярности. Дело все в том, что мы до сих пор воспринимаем мир с плоского экрана, либо смартфона, либо планшета, либо компьютерного монитора или на худой конец телевизора. А сфера хороша именно там, где она чувствует себя естественно и органично. Например, внутри VR-шлема, где можно просто покрутить по сторонам головой. Компания Insta360 предложила гениальное и потрясающе эффектное решение этой проблемы. Фактически мы получаем плоское видео, просто вырезая сектор с поверхности этой самой сферы. То есть на стороне зрителя стандартная плоская картинка на плоском экране, тогда как сама камера пишет все вокруг целиком. И тут ключевую роль начинает играть режиссер монтажа. Этот человек решает, что показывать в выбранном секторе и в какой момент времени, плавно перемещая взгляд зрителя от объекта к объекту. Если вы когда-нибудь занимались видеосъемкой, то наверняка знаете, что записать сложное движение или облет препятствия с одного дубля, ну практически невозможно. Тут же мы просто проводим камеры по произвольной траектории, приближаясь или отдаляясь от нужного объекта. А уже потом на постпродакшн решаем в какой момент, из какого ракурса его показать. За такой кажущейся простотой стоит огромное количество очень крутых технологий, которые компания Insta360 реализовала в модели One X. И первое это, конечно же, разрешение в 5,7K или 5760 на 2880 пикселей с сумасшедшим битрейтом до 120 мегабит в секунду. У ближайшего конкурента GoPro Fusion, который, к слову, стоит значительно дороже, разрешение в 5,2K и битрейт гораздо скромнее. Соответственно, чем больше разрешение сферы, тем выше детализация сектора, который мы преобразуем в обычное плоское видео. Фактически теперь это уже уровень HD-картинки. Вторая технология, работающая на результат, это мощная шестиосевая стабилизация с программной постобработкой, благодаря чему изображение на выходе всегда получается плавным. Как будто вы использовали какой-нибудь стедикам или хитрый подвес, без которого конкуренты, например, вообще не могут обходиться. А здесь вы можете просто бежать с камеры в руках, прицепить ее к велосипеду или сноуборду, а на выходе получать плавную и гладкую картинку. В-третьих, это огромное количество различных специализированных аксессуаров. Начиная вот с такого миниатюрного и складного трипода, который можно навинтить на обычную селфи-палку. Ну, естественно, сама селфи-палка как стандартного размера, так и вот такая вот огромная, раскладывающаяся в трехметровую, выполненная из легкого углеродного волокна. Кстати, именно с помощью такой трехметровой палки мы снимали видео, открывающее этот ролик. Плюс ко всему, есть специальная рукоятка, которую тоже можно навинтить на селфи-палку и использовать ее для специального режима bullet time, просто накручивая камеру у себя над головой. О том, как это работает и зачем нужно, я расскажу чуть позднее. Ну и, наконец, в-четвертых, это мощная программная поддержка всего этого семейства, которая обеспечивает, ну, наверное, более половины всех фантастических способностей камеры. Львиная доля всех возможностей и всех эффектов достигается прямо с помощью приложений на смартфоне. Здесь на экране можно ускорять или замедлять движение на снятом ролике. Выбирать режим free capture, показывая зрителю именно то, что задумал автор. Или выделять объект слежения в режиме smart track, при котором центр кадра всегда будет следовать за объектом, в каком бы направлении тот не перемещался. Тут же доступен режим little planet со смешным эффектом земного шарика с камерой посредине. И, конечно, фантастическая опция, автоматически вырезающая селфи-палку из кадра. Причем, что любопытно, именно эта возможность зачастую вызывает наибольший вау-эффект у зрителя. Хотя, как раз в этом случае ничего, вообще ничего делать не нужно. Дело в том, что каждый из объективов этой камеры снимает картинку с углом в 200 градусов, а сфера, если вы помните, 360. То есть, камера просто чуть-чуть сдвигает картинку с одной и с другой сферы нахлёст. И селфи-палка таким образом просто исчезает из кадра. При этом достигается эффект парящей в воздухе камеры на расстоянии от оператора, как бы на невидимой привязи. Вид от третьего лица, наблюдающий за объектом съемки. А с помощью режима Free Capture мы еще можем и вращать сектор картинки. Вот уж действительно взрыв мозга. Очень важно и то, что все необходимые функции, включая возможность монтажа и даже выгрузки в сеть, происходит сразу же со смартфона. Компьютер в этом случае нам вообще не нужен. Ведь на борту есть и миниатюрный дисплей с выбором режимов, и клавиши управления, благодаря чему для съемки, кроме самой камеры, ничего не нужно. Хотите больше контроля и больше удобства, используйте внешний гаджет. Подключение происходит по Wi-Fi. Сама камера является точкой доступа, а любой смартфон, будь то iPhone, будь то Android, является просто удобным пультом дистанционного управления и дистанционным видоискателем. Причем все, что вы наснимаете, после этого можно по беспроводному каналу передать с камерой сразу же на телефон для редактирования и выгрузки в сеть. А можно воспользоваться специальным кабелем, идущим в комплекте. Для этого он подключается между камерой и смартфоном. Возможно, кто-то из вас видел мой обзор прошлой модели Insta360 One. Так вот, One X качественно новый рывок вперед совершенно по всем фронтам. Настолько, что если с Insta360 One хотелось просто поиграть и отложить в сторону, то вот новинка вызывает стойкое желание всегда иметь такую в кармане. Во-первых, камера стала намного удобнее за счет того, что здесь нет выкидного разъема для подключения к айфону. Камера вообще стала такой подчеркнутой нейтральной в выборе того гаджета, с которым готовы работать, будь то айфон или андроид. Во-вторых, теперь на борту есть съемный аккумулятор на целый час непрерывной видеозаписи, и ничто не мешает вам иметь, например, еще один запасной. Ну и в-третьих, как я уже говорил, камера вообще может работать абсолютно автономно. С помощью кнопок мы ее включаем и выбираем нужный режим работы, контролируем все это на маленьком OLED-дисплее и сразу творим искусство. Теперь о фишках Insta360 One X, которые вообще недоступны на других системах. И первое, это уже упомянутая функция Bullet Time, когда с помощью специальной ручки с мягким подшипником и углом поворота на 90 градусов накручивается селфи-палка, к которой, в свою очередь, уже крепится камера. Вращая такой палкой над головой, мы получаем эффект так называемый Bullet Time или пролет пули, ну примерно так же, как в Матрице, когда камера с замедленной скоростью облетает объект съемки. Отдельного упоминания стоит чумовая селфи-палка, выполненная из карбона длиной в разложенном состоянии целых 3 метра. Она позволяет достигать совершенно невероятного эффекта, как будто вы снимаете с дрона, просто опуская и поднимая камеру, закрепленную на конце. А еще в списке аксессуаров Insta360 One X есть специальный подводный бокс, который переводит съемку на эту камеру уже под воду. Соответственно, он позволяет работать на глубине до 30 метров. Причем происходит не только полная герметизация самого объекта, но еще и работа кнопок управления и контроль за процессом съемки. То есть, уже погрузившись с аквалангом, вы можете останавливать и запускать фото- и видеосъемку. В настройках предусмотрены даже специальные алгоритмы саншивки двух полусфер в боксе, чтобы достигать максимально реалистичной картинки без заметного перехода. Плюс к этому в копилку безумных приспособлений Insta360 отныне входит специальный дротик, внутрь которого вкладывается камера, и теперь ее можно бросать во время записи видео. Результатом являются абсолютно сногсшибательные ракурсы и пролеты под и между объектами, запечатлеть которые иначе просто физически невозможно. Из таких мелочей складывается общее впечатление от системы, и именно от моей такой несколько эмоциональной подачи, я думаю, что вы поняли, насколько мне нравится эта штука. Да, эта камера умеет писать фото и видео на 360 градусов, но это совсем не главное. Фактически это невероятная экшн-камера, которая позволяет собрать сюжет уже после съемки, вращая сектор просмотра вслед за задумкой режиссера. Это и голливудские спецэффекты с облетом объектов, и имитация дрона, которая реально взрывает мозг неподготовленного зрителя со смартфоном в руках, который никогда не может снять ничего подобного. В конце концов, это и банальный стриминг на YouTube в формате 360 градусов, когда зритель уже там, с той стороны, может сам решать, какой сектор видео ему смотреть на экране смартфона, просто вращая пальцем или с помощью акселерометра гаджета. Это и возможность загружать контент внутрь VR-шлема и видеть все фото и видео уже в режиме виртуальной реальности, да и просто возможность сделать шикарные 18-мегапиксельные панорамные фотоснимки. По-моему, и половины достаточно, чтобы поместить этот гаджет в список своих желаний. Правда, стоит Insta360 One X на уровне довольно приличного смартфона среднего класса. Хотя смартфоны сегодня есть в кармане у каждого. А такая штука будет удивлять тебя своими возможностями и сегодня, и завтра. Чего уж там говорить об окружающих. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!